К таким выводам Зюганова подтолкнула статья в газете «Правда». Мы не хотим менять товарища Шила на товарища Мыла. Так челябинские комсомольцы выразили недовольство перестановками в обкомовской верхушке. Напомним, недавно Петра Свечникова на посту председателя сменил Владимир Горбачев, который старше своего предшественника на 8 лет. Знак протеста молодые кадры отказались входить в новый состав бюро. Я считаю, что партия и карьера, коммунистическая партия и карьера – это вещи несовместимые. И вот не знаю, сожалеть или радоваться, но молодые люди, которые сегодня приходят в партию, они приходят не за тем, чтобы делать карьеру, а за тем, чтобы бороться за основные программные принципы. В обкоме КПРФ поспешили успокоить. Массовых выходов из партии не было. Напротив, численность сторонников только растет. За три месяца в партию вступило 147 человек. Но так вот придирчиво относиться, скажем, к людям пожилого возраста. Кстати говоря, они являются нашим золотым фондом. Более того, в обкоме уверена статья в правде заказная. И за всем этим стоит никто иной, как Светлана Поклонова. В партии девушка уже 10 лет и не раз заявляла о своих амбициях занять пост первого секретаря обкома. Обо всем этом Владимир Горбачев намерен рассказать Зюганову в личной беседе. У нас был очень короткий разговор с Геннадием Андреевичем. И мы договорились созвониться и встретиться обстоятельно по этому поводу поговорить. Я надеюсь, что я донесу объективно всю информацию. Сама Светлана Поклонова считает, конфликта бы не было, если бы товарищи по обкому прислушались к ее критике. Но они не захотели, потому и появилось обличающее портактив письмо в газете. Хотя конфликт вполне можно было бы решить, не вынося ссор из збы. То, что конфликт на сегодняшний день вынесен за пределы организации, а я считаю, что это неправильно. Нужно разбираться внутри организации без участия средств массовой информации. Что же касается омоложения, то с этим в партии действительно не все в порядке. Проблемы, уверяют младшие товарищи, здесь совсем в другом. Ну, во-первых, у нас все-таки молодым возможность работать в любых организациях, в АКОМе, в Комсомоле есть. Просто эти молодые люди, видимо, сами не хотят. Как бы там ни было, сама Поклоновая из АКОМа ушла. Впрочем, сдавать портбилет не намерена. И, возможно, продолжит доказывать свою правду. Субтитры сделал DimaTorzok